Друзья мои, здравствуйте! Приветствую вас на канале АПАСОВ. Как всегда, с самыми интересными гостями, с самыми актуальными новостями. Сегодня вместе с Игорем Масичуком. Игорь, здравствуй, добрый вечер. Здравствуй, Василий! Здравствуйте, дорогие зрители! Да, друзья мои, значит, все, кто присоединяются к видео, давайте сразу ставить лайк, сразу делиться в своих соцсетях, моментально подписывайтесь, если вдруг не подписаны. Эта реакция в начале видео помогает нам для того, чтобы оно набирало большее количество просмотров. То есть это очень важно для самого канала и для Ютьюба. Поверьте мне, то есть мне было бы не против, чтобы вы и в конце поставили, но если в начале, это будет просто намного лучше. Для тех, кто хочет поддержать еще канал, для вас есть реквизиты в описании. Но в любом случае это все на ваше усмотрение. И буду благодарен комментариям. Если вы напишите, спасибо большое, что вы такие регулярные и такие молодцы. Сегодня будем обсуждать ряд новостей, Игорь, про США, про Китай, про Украину, про все вместе. В общем, целая вереница международки у нас залетела. Есть даже такие какие-то резонансные заявления. С чего бы я хотел начать? Была атака по Киеву, сильная атака по Киеву. Значит, и есть пострадавшие. Это все прекрасно все читали в новостях, к сожалению. Есть реакция посла Соединенных Штатов, госпожа Бринг. На это все она отреагировала, то есть описала события и сказала, что это ответная реакция Российской Федерации на съезд советников по национальной безопасности, который прошел в Киеве. Ну вот, все это в подготовке саммита в Швейцарии по мирной формуле Зеленского. Также есть еще визиты в Киев. Приехали высокопоставленные люди из НАТО, то есть генералы, ответственные за важные направления. Приехал Салливан. И единственное, вроде бы что, появляется в средствах массовой информации, конкретики, помимо каких-то общих фраз, это о том, что они говорят, нужно укрепляться, поддержка как бы есть, будет дальше. Может снизиться возраст мобилизационный. На это намекают. Как будто каждый из спикеров говорит такие вот достаточно серьезные заявления. И начинают, значит, я так отсмотрел по СМИ, по телеграм-каналам говорить о том, что возраст может снизиться до 25 лет. Как ты думаешь, насколько серьезна была эта встреча, в принципе, советников по национальности, что они обговаривали, как идет подготовка к этому саммиту и, в принципе, результат, который мы от этого можем получить? Ну, давай я сразу, Василий, отреагирую на слова представителя американского. Я думаю, что, рассуждая об обстрелах Киева, первыми словами представителя США должно быть. Мы предоставляем Киеву 10 патриотов новых. Не могут сказать, так они же нам ничего не должны. Не, должны. Должны. Потому что именно они, в том числе, виновны в ситуации, в которой мы оказались благодаря Филькиной грамоте, которую назвали Будапештским меморандумом, благодаря многим другим действиям. Поэтому должны. Это, во-первых. Второе. Что касается приезда высокопоставленных военных гостей, и политических, в том числе, там, Рея, да, там, сенатора и тому подобное. Они говорят разные вещи заголем по заголям, называем так. Никакой конкретики нету. Ни по помощи, ни почему. Есть конкретика одна. Вы должны заняться мобилизацией, вы должны снизить мобилизационный возраст. Грей вообще-то говорил, что надо уже и меньше 25 вообще юношей, чуть ли не детей. Я отвечаю очень просто. Я попрошу запикать. Вот прямым текстом. Почему? Потому что, ребятки, вы довели до этой ситуации, вы помогали и на пару с русскими пилили наши стратегические бомбардировщики, ракетные установки и так далее, и так далее. Поэтому, когда приезжаете и говорите, надо мобилизация, я согласен, что для защиты Родины нужна мобилизация. Но не утилизация. А чтобы была нормальная защита Родины, надо оружие. Поэтому вы когда приезжаете и говорите, надо провести мобилизацию. Мы тут привезли 20 самолетов, 100 танков, 300 БТРов и тому подобное. И надо мобилизировать людей и обучить их. Окей. Ну, нет вопросов. А когда вы занимаетесь прожаркой России, а мы выступаем в роли расходного материала, угля, на котором эта прожарка происходит, и когда вместо мобилизации выходит утилизация, то есть, когда лучшие из лучших, защищая страну, идут в бой чуть ли не с лопатами, как Кулеба, да, говорю. Ну, то есть, извините, ребята. Тогда нашему политическому руководству надо снять шоры, посмотреть, кто есть союзник, кто есть кто, кто партнер, кто-кто, и принимать решения. Потому что, ну вот, например, Василий, ты же, наверное, слышал, что мы были на пороге Стамбула-2. Начало переговорного процесса. Ну, я слышал заявление о Рахаме по этому поводу. Стамбула-2. Именно два. Нет, такой конкретики я не слышал, только слухи. Смотри, будем говорить так, информация, которую можно утверждать, информация, которую предполагать можно, ну, будем так и говорить, разная информация. То, что контакты происходили и то, что шло к переговорному процессу, это факт. Потому что телефонные переговоры с Путиным и чуть ли не визит его в Стамбул, ты помнишь, да, который он отменил, но контакты продолжил, да, длительные. Визит Зеленского, ты знаешь, что я в то же время находился в Стамбуле как раз. Вот. Притом там была переговорная группа именно самого ближайшего А, окружения Зеленского, Б, их принимали на самом доверенном уровне, ну, РДА. Да, там сейчас называют разные пункты. Я писал о них, говорил о них, у меня есть там на ТикТуке, в Телеграме. Можно их воспринимать как правду, можно их воспринимать как вымысел. Вопрос слова заморозки. Как минимум на лет 15. И с подальшими референдумами по гонконгскому сценарию, по отдельно взятым территориям, которые сейчас взяты под контролем Российской Федерации. Притом разговор шел именно о линии соприкосновения. То есть никаких претензий там на Запорожье, Херсон, а тем более Харьков, ну, никто не выдвигал. То, что я точно понимаю, то, что я точно понимаю, что после операции рук добровольческого корпуса, который, как мы все понимаем, проходил при поддержке наших вооруженных сил, хоть наши не заходили, ну, на территорию Российской Федерации, но понятно, что поддержка была. После этой операции, которая вызвала явное раздражение у Путина, почему я так считаю, потому что если бы он не был раздражен этим, он бы не возвращался к этому вопросу 10 раз в своем выступлении на коллегии ФСБ, сразу после выборов. Ну, то есть, явно его задело. Знаешь, он явно не хотел. Будет задело то, что это русские, понимаешь? Будет задело, то есть, явно задело. После этого выходит министр иностранных дел Турции. Как ты знаешь, это второй человек в государстве, в Турецкой Республике после Эрдогана. Ну, по влиянию, я имею в виду. Тот, который может делать заявление. Да. Выходит и говорит, переговоров в 2024 году между Украиной и Россией не будет. То есть, явно Турция получила сигнал, и явно это сигнал не из Киева, чтобы так утверждать, а это сигнал с Москвы о том, что переговоров не будет. Нет, я не понимаю цели, кроме как сорвать переговорный процесс операции русского добровольчего КОКО, которая проводилась, повторюю, при нашей поддержке, они все равно в составе иностранного легиона и тому подобное. Почему? Я понимаю дальние удары беспилотников наших, которые поражают нефтеперерабатывающие заводы, инфраструктуру газовую, нефтяную. Это я понимаю. Это обескрабливает вражескую армию в той или иной мере, ломает логистику, наносит урон всю. Теткину, Шмоткину, Деткину, ну и всего. Его ценность для меня непонятна. Абсолютно. Если бы эта операция могла выйти на уровень хотя бы Белгорода, я понимаю, можно было бы говорить, давайте мы поменяем Белгород на часть Херсонской и Запорожской областей или Луганскую, ну с Луганском, понимаешь? То есть какой-то разговор хотя бы, ну мог быть. Ну теткина, деткина, ценности военные я точно в этом не вижу. Кроме одного, что кто-то опять кого-то попросил, была проведена операция, которая явно ставила крест даже на попытке переговора. Более того, как ты заметил, довольно долгий период нету обмена. А я точно знаю, что во время визита в Турцию, и Турция выступает посредником, и они это не скрывают, как и арабы, обсуждался вопрос обмен. В рамках переговорного процесса он должен был состояться всех на всех, ну если бы начался обмен. В рамках продолжаемых, ну обменов, да, намечалось как минимум три обмена, то, что я знаю, с нашей стороны. После вот этих всех событий все поставлено на паузу. Это не означает, что обменов не будет. Они будут, потому что в них российская сторона заинтересована так, как и мы. Дай бог, чтобы гуманитарные вопросы решались, да. Да, но пока на паузе. Пока на паузе. И смотря на это все в концепции, и вот эти вот приезды без конкретики, без оружия, без проваленный рамштайн, вечный баян в Конгрессе с этими 60 миллиардами, понимаешь? Ссора между руководствами Израиля и Соединенных Штатов, что еще больше ослабляет позиции, потому что уже израильские деньги, ну как-то неактуальны, да, в этом вопросе. То есть все это в комплексе показывает, что нашему правительству остановиться бы, ну руководству правительства утрирует, задуматься, посмотреть, возможно, не ориентироваться ни на острова туманные, ни на Москву, естественно, ни на Брюссель, который, как оказывается, не совсем друг, видя, что в Польше происходит, и не только в Польше. А Брюссель может на Польшу влиять? Ну, по идее, да. У меня сложилось впечатление, что Польша закусывается абсолютно без оглядки на Брюссель. Смотри, это не Польша закусывается, это закусывается правоконсервативный избиратель, мы с тобой уже говорили. Ну, я имею в виду, что в Польше, да. Да, он закусывается нисколько против Брюсселя, потому что с Брюсселем они все равно будут, ну, вынуждены контактировать. А чтобы, используя вот это глобальное противостояние, решить свой внутренне политический вопрос. Польша глубоко расколота. Правоконсервативная часть Польши, сторонники ПИСа, они считают, что их бросили, обманули, в том числе с помощью Зеленского, ну, и ряды других вещей, кинули, украли победу, сформировали пронемецкое правительство, ну, и тому подобное. Кстати, уникальная вещь, я когда это услышал, это возможно было только после избрания ТУСКО. Ты слышал о создании артиллерийской этой, как программы для Украины? Миллион снарядов, которые? Не-не, не миллион снарядов, типа новая артиллерия, самоходные артиллерийские орудия, что, короче, артиллерийскую коалицию для Украины создала Германия и Польша, а другие присоединяются. Это, ну, это вещи, которые, ну, еще полгода назад, ну, невозможны были. Ну, Германия с Польшей, да, удивительно. Коалиция Германии с Польшей, это был нонсенс. Сейчас это возможно по понятным причинам. И это правительство слабое, его шатают. Оно слабое и по своим взглядам либеральным. Оно слабое подставивание национальных интересов. Оно бежит, ну, хвостиком. И, естественно, это качается писом в своих внутреполитических интересах. И плевать им на Украину, на Брюссель. С Брюсселем они договорятся. Украина будет вынуждена договариваться. Ты же сам понимаешь. То есть это внутренняя польская история. Они посылают всех для того, чтобы наколить, поднять и разрушить коалицию. Потому что мы знаем, если, допустим, у ПИСа предыдущее правительство было однопартийным, да, то тут правительство коалиционное. И если хоть один пошатнется, да, с коалицией, правительства нет. Досрочные выборы. При нынешней ситуации это 99% победа ПИСа. Ну и возврат, ты понимаешь, да, то есть, и возврат Польши на круги своих. Но это чисто польская история, которую нас втянули наши агроолигархи. Ну, я не раз и у тебя рассказывал в эфире зерном. А так она касается только внутри польской истории. Ну и бьет по нашим беженцам по причине того, что крайне правые конфедераты, так называемые, они настроены антиукраински довольно сильно. А в сложившейся ситуации ПИС их не посылает. А они, наоборот, вербуют антиукраинских, ну, граждан, ну, с ПИСовской тусовки, ну, к себе. Ну, вот так и. Просто украинцев концентрация в Польше слишком большая. И, скажем так... Уменьшается, Василий, уменьшается с каждым ним. Хорошо, а куда едут? Германия. Германия? Первую очередь Германия. Концентрация уменьшается и, в основном, уменьшается концентрация в Варшаве. Она где-то плюс-минус остается той же. Но Варшава всегда была оплотом гражданской платформы Туска. Мэр Варшавы ихний. Ну, то есть... Ну, ну, ну. А в других городах, которые прописовские, ну, более... Оттуда едут. Оттуда едут. Едут в Германию. Много. Едут в другие, в северные страны. Едут... Ну, опять же, как едут? Понимаешь? Это же уже не беженцы те, которые тогда бежали, сломя голову. Ну, не знали куда. Это уже люди, которые понимают, где находятся. Понимают, что им некуда возвращаться. Им надо как-то обустраиваться. Что-то. И они, естественно, ищут каких-то друзей, земляков, близких, родственников в каких-то странах. Так изучают в тех странах, ну, отношения к украинцам, получение документов, поиски работы. Вот это вся польский кризис, который вытесняют украинцев. Или, наоборот, украинцы, ну, самой Польши, то есть те, кто уже там уцепился, ну, из-за работы, из-за всего, они никуда не поедут. Или те, кто даже выталкиваются, они там, куда приедут, так уцепятся, что они не вернутся ни в какую, ни в Украину, ну, никуда. Понимаете? Я знаю людей, которые в Данию поехали, там, притом немалое количество. Знаю людей, которые поехали в Швецию. Ну, в Германии вообще много. Ага, я вот веду в ТикТоке эфиры тюрем Демченко, адвокатом, который в Германии живет и с нашей общиной, ну, работает, помогает, он имеет лицензию, ну, немецкую. То это самое, он говорит, ну, большое количество, увеличивается, ну, можно говорить об увеличении на сотни тысяч. Ну, это, опять-таки, это рабочие места, потому что Германия получает большое количество квалифицированных сотрудников. Естественно, естественно, но в любом случае людям надо пройти период адаптации, период преодоления языкового барьера, курсы, это требования, ну, немецкие, особенно. Большие корпорации с удовольствием берут на работу украинцев. Ну, то, что ты говоришь на производство. Но требования хотя бы нижнего уровня знания немецкого языка никто не отменял. То есть без этой лицензии, ну, не лицензии, сертификата никого не возьмут. Не, ну, давайте объективно, если люди переезжают в другую страну и пытаются там остаться жить, то им, хочешь не хочешь, но хотя бы минимальный язык надо выучить. Это такое. Ну, конечно, не, это понятно, я же не говорю, что не надо. Что касается самих Соединенных Штатов, вот смотри, хорошо, что там советники приехали, просто речь идет, знаешь, о чем? У нас постоянно говорится о двупаладной поддержке Украины, однако в то же самое, и двухпартийной, вернее, поддержке Украины, но в то же самое время все так с опаской поглядывают на Трампа. Вот прям с опаской. Типа, мол, что будет этот человек делать, если он придет к власти? На данный момент у нас не решен вопрос с поддержкой из Штатов. У нас есть два варианта, вернее, у американцев есть два варианта, за что голосовать. Это демовский, да, законопроект и республиканский законопроект. Я сейчас вот так вот, поговаривая с экспертами, получаю ответы о том, что они склоняются, что в апреле какой-то законопроект будет проголосован. Как ты считаешь, решится ли этот вопрос в апреле, и если решится, то по какому сценарию, по тому, который демократы дают, то есть о безвозмездной помощи, либо какой-то расширенной, но в кредит, либо это ленд-лиз будет, что это будет? Ну, я, во-первых, я считаю, что ситуация с уже упущенным ленд-лизом, это ошибка наша, украинская. Мы не поднимали этот вопрос. Если нам удастся сейчас по-новому ухватиться за этот хвост, да, ленд-лизов, и он будет реальным, а не таким, как Байден и Махау, но давать по факту ничего не хотел, то нам ленд-лиз намного вырвать, потому что это не спихивание военной техники, которую хотят нам дать через Рамштайн или через Шоу, а это заказ военной техники или покупка военной техники сразу, ну, в зависимости от наявности ее, за кредитные деньги. Да, нам придется их отдавать, но мы же не потеряем жизни, мы не потеряем территории, ты понимаешь, да, то есть если бы тот ленд-лиз заработал, и у нас были F-16 сейчас, да, условно, то Кабы не сносили бы укрепрайоны, не выдавливали бы нас с Сумщины на Донбассе, под Харковом, понимаешь? То есть у нас сейчас проблема Кабов, которую могут решить либо патриоты, либо F-16, штурмовики нового поколения, у нас нету ни одного, ни другого, точнее, патриоты у нас есть, но если мы их заберем от Киева, нам Киев сравняют с землей, то есть мы на растяжке, поэтому в английском намного выгоднее, это раз, второе, вот эти вот демовские нарративы, опять же, это внутрянка Соединенных Штатов, ты это понимаешь о том, что Трамп на коленях будет ползти к Путину, Трамп развалит НАТО, он уже всем сказал, я никакое НАТО разваливать не собирал, ты же слышал, моя цель, чтобы европейские страны не просто ля-ля, а вносили свою лепту, а не жили за счет, ну, американского налогоплательщика, и, естественно, это понимает избиратель американский, и, естественно, это логично, я бы на месте, ну, лидера страны говорил бы такие вещи, то есть о разрушении НАТО уже забыли, ну, одну сказку уже отмели, то же самое с Путиным, ну, не поползет на коленях после победы на выборах Трамп Путин, то, что он может предложить нейтральные условия, свое видение и Украине, и Российской Федерации, это может быть, но Путин не согласится на этом, поэтому Путин и говорит, нам, Российской Федерации, выгоден Байден, потому что он его партнер, он в противостоянии с ним, он, я не могу утверждать, что он партнер там очный, да, ну, в заочных вот этих вещах, да, противостояние, а они друг друга понимают. А почему ты не думаешь, что он, например, блефует? Кто, Путин? Путин. А потому что ему выгоден Байден. Скажи мне, какие достижения во времена президента Трампа на международной арене были у Путина и Российской Федерации? Назвим. Да не было, наверное. Вот ты ответил на свой вопрос. А при Байдене он то Крым аннексировал, то Донбасс забрал, то это самое, то, ну и так далее. Понимаешь, что и все. Ты связываешь это с позицией президента США. Ну смотри, экономические, самые жесткие санкции против Российской Федерации были введены при Трампе. Это ж правда, правда, которые касались строительства этих потом подорванных веток потоков и так далее. Кто первый дал оружие Украине? Джавелин, Трамп. И тогда это был сигнал к тому, что готовы защищать. И я готов подписаться под словами Трампа, что если бы он оставался президентом Соединенных Штатов, то 24 февраля 2022 года не было. Просто не было. Может быть, была бы другая дата. А может, не было бы никакой. Этого никто не узнает. Игорь, давай двинемся дальше. Смотри, тут эпопея с Макроном, которая уже там, я не знаю, две или три недели длится с этими французскими войсками, идут-не идут. И в общем, значит, новая новость. Новая новость, автология такая. Появилась новость по статье, которую опубликовало издание «Политика», европейский ее департамент. И они говорят о том, что Макрон заявил на закрытом ужине, что Украина может пасть очень быстро. В контекст его разговора таким образом приводит издание. И, значит, цитату дают небольшую, что сказал Макрон. Это скорее время для комментариев, чем для мобилизации. И мне бы очень хотелось, чтобы ситуация изменилась. Нам нужно действительно вернуть войска в нужное русло и мобилизовать их гораздо больше. Заявил об этом президент Франции. Причем, как интересно, дописывает издание «Политика». Видимо, помнишь, когда прошлое было заявление, говорили, он был с бокалом виски? То эти пишут за блюдом с морепродуктами. Не уточняют, правда, какие именно были морепродукты. Устрицы, лангустины или что любит другую макрону. Или черноморские эти самые, да? Да, или бычки. Ну, суть в том, что, во-первых, интересный акцент, действительно. Во-вторых, это Макрон точку ставит в своих этих заявлениях, что ли? Нет, нет. Что он хочет? Макрон продолжает свою... Более того, Российская Федерация, в отличие от многих наших комментаторов, представителей власти, ну и тому подобное, Российская власть очень серьезно рассматривает заявление Макрона в введении войск в Одессу. Это не блед в ответ, понимаешь? Это не это самое... Это серьезно... Серьезно относятся к этому. Более того, по моей информации, они дали своим там спецвужбам задачу мониторить 24 на 7, да? Передвижение в районе Одессы, инструкторов и тому подобное. Плюс до того, ну, при нынешней геополитической ситуации мы говорим Макрон, а слышим туманный Альбион. Мы говорим туманный Альбион, а слышим Макрон. Почему? Ну, потому что у них на сегодняшний момент у них самое ближее взаимоотношение и связка между странами, которые когда-то и противостояли, ну и что у них там не было, да, ну и правильные и одни и те же люди много веков. У них существует связка, понимание какое-то, наверное, общее европейское какого-то будущего, плюс желание немного приспустить Германию, да, в ее амбициях, которые явно проявляются, да? Они пытаются поднять под себя Италию, которая особнячком стоит, ну, в этих вопросах. То есть она никуда не уходит, не меняет свои линии, но она как-то, ну, сбоку. В Германии есть одна позиция, а они вот заявляют другую. И смотри, когда говорят французы зайдут, а почему тогда не говорят, что могут зайти французы с англичанами? Не знаю. Учитывая, тем более, что инструктора британские у нас с довоенных времен и занимались серьезными вещами, и как мы видим на поле боя, эти вещи сработали, да? Особенно по Черному морю, по Чакову, по Одессе и так далее, по этим крейсерам всем и так далее, то мне видится, что это может быть комплексное решение. Просто Макроны избрали как двигателя, да, будем говорить. Почему? Потому что Макрон не... Британия, когда произошел Брексит, она не может в полной мере представлять Европу. Она все-таки остров, да? Они поэтому и Брексит провели, да? Чтобы оставаться островом. А Макрон – это вторая экономика Европы. Макрон – это громаднейшее по площади государство. Макрон – это Франция, которая союзник 100% Италии. И чтоб там сейчас итальянские политики не говорили, но в сущей необходимости они будут подставлять плечо. Так. Вот. А если там и Италия, то уже Германия где-то, ну, ты понимаешь, подвигается и по экономическим, и по всем. Да, Польша как бы ее колотит, и правительство там как бы прогерманское, но в вопросе Украины и России, оно будет, Польша всегда будет на стороне антироссийской. Она не будет занимать ГАУ, ну, какую-то позицию. И тут опять же, деньги у них чьи? Бритов и американцев. Ну, это ж факт. Крутятся. Поэтому, это очень серьезная такая претензия. Зайдут, не зайдут, я слушал экспертов там, ну, многих. Слушал там, сегодня мне звонили, что слушали нашего друга Мишу, нашей Наташи Влащенко, и он там сказал, что вот пойдут русские наступления, потом выйдут войска НАТО, и на осень все прекратится. Я не буду таким, ну, резким оптимистом, как Чапурина, да? Я надеюсь на другое. Я надеюсь на то, что наступление русских будет неудачно, и что по отбитию его наши возьмутся за свою голову, а все-таки не превратят страну в кусочки, где стоят войска союзников, ну, зоны помощи, ну, будем, ну, ни в коем случае не хочу сказать о реклупации, но ты понял, зоны помощи такие. Это тоже очень негативно для страны, поэтому у многих и реакция была на вот войск, ты ж помнишь, да, и так далее, и так далее. Поэтому я все-таки хотелось бы верить, что наши вооруженные силы смогут остановить, хотя это будет очень тяжело, я знаю реальную ситуацию с поля боя сейчас и с Умской области, которую превращают в поле боя, ну, по факту. Вот, там вторые сутки, Василий, чтобы ты понимал, больше двухсот этих кабов, которые по полутора сотни килограмм, по три сотни килограмм, по пять сотни, ну, по полутонные эти бомбы, они просто от Ахтерского района, как мне сказали ребята, которые там находятся, нету. Вот его нету, ни Ахтерки, ни Ахтерского района. Вот Ахтерки... Он не готов обсуждать, не владея информацией. Не, ну, я рассказываю, чтобы зрители понимали, это информация именно от ребят, которые там, ну, служат, видят, ну, Ахтерки, хоть какие-то стены, ну, пооставались, а все, и этого нет. и это продвигается, вот эта лавина, понимаешь, она продвигается, поэтому мы приближаемся к критическому моменту, и все-таки я надеюсь, что нам удастся, ну, выстоять. И то, что сказал Макро, ну, чего ты начал, да, этот блок, который мы обсуждаем, он очень вероятный, но я хочу напомнить и зрителям, и всем, кто имеет пораженческие абсолютно настроения и тому подобное, что все представительства Макронов, Бритов, Амеров и всех других партнеров свалили с Киева в преддверии 24 февраля, как вы помните, и свалили абсолютно за границу, ты помнишь, да, то есть даже, даже не куда-то на запад, а за границу, поэтому вы, друзья, их всех слушайте, анализируйте, но верить надо в наши вооруженные силы и в самих себя, в свою страну, в свою семью, в себя лично. Понятно. И своими интересами вообще пользоваться, а не ихними, потому что ихняя прожарка России, мы уже видим, чем заканчиваем. Понял. Смотри, есть еще одна интересная новость, но она не совсем свежая, но мы с тобой ее не обсуждали, и интересно будет, как это будет разворачиваться. Это ДСНВ-3, который может случиться, да, договор. Американцы предложили россиянам, как бы, сесть за стол за ДСНВ-3, вот, в том числе, знаешь, почему это еще интересно, в преддверии визитов Путина, которые анонсировали к Си Цзинпину, Си Цзинпина к Макрону, напомню, что все эти государства являются обладателями ядерного оружия, то есть, чьи-то теоретически договор будущий, если он состоится, может включать уже большее количество стран. Вот меня интересует, как от этого процесса, если действительно об этом будут встречи лидеров государств, будет зависеть судьба происходящего в Украине, будет ли она вообще от этого зависеть, или это что-то, нечто другое, и как будут разворачиваться события, как ты думаешь, Россия пойдет на договор на этот с Соединенными Штатами или нет? Потому что это процесс достаточно сложный, даже выход на сам договор. Смотри, я бы не привязывал визит Си в Францию, Париж к этим процессам. Я склоняюсь к тому, что визит Си в Париж это чистая экономика. Это чисто экономика, это чисто эти пираты сумасшедшие, которые не дают нормальному судоходству товара, ну, обмену, а плюс еще война в Европе. Ну, ты понимаешь, то есть это глобально на все. действует и глобальный восток с глобальным западом должны поговорить об экономике. Там не будет вообще ничего об Украине. Я в этом уверен. Ну, представь себе, ты ж Китаем очень серьезно интересуешься. Вот скажи мне, ты веришь в то, что сам Си кинет все и поедет к Макрону, который сам толком ничего не решает в украинском вопросе. Решать какой-то украинский вопрос. Я не думаю, что это украинский вопрос, понимаешь. Да и война в Украине это не чисто украинский вопрос для Китая. Смотри, смотри, а теперь самое главное. Если убрать, то есть с вот этих всего, что ты перечислил, визит Си в Париж и не привязывать к этому визит Путина к Си, потому что визит Путина к Си это чистый церемониал. После иногоци придется лететь к серьезному партнеру в первый визит. Ты что понимаешь, первый визит. В данном случае Путину некуда лететь, кроме Пекина. Ну, к талибам может сгонять. Ну да, только мы понимаем, что весь Си и вес талибов это приблизительно как хозяин супермаркета и бабушка, которая семечками торгует. Смотри, как интересно. Путина ты очень правильно поддел другой. Вот это тот договор, который сейчас все обсуждают. Будет ли подниматься он на этих встречах? Будет. Будет ли он в первом ряду? Не будет, но будет подниматься. И вот когда он выйдет на первый ряд, то все понимают, что без решения вопроса Украины об этом договоре вообще говорить нечем. Путин, как он уже передал сигнал через Турцию, в этом году не настроен. Ну, не настроен. Он считает и он на коллегии ФСБ, это же наши не смотрят, говорят, что вы этого карлика, там, как он ее обзывает, смотрите. А я смотрю внимательно, потому что я понимаю его чекистские реакции на те или другие события. Он готовит серьезный код по Украине. И от того, выдержит Украина этот код, насколько выдержит Украина этот код, будет зависеть развитие событий. И у меня такое впечатление, что иезуиты западные умыли руки сейчас, потому что кроме слов мы же не видим ничего, но слов поддельцы. Умыли руки, вот так сидят и наблюдают, а Макрон, как ты правильно сказал, проконстатировал факт, упадет. Но они говорили упадет два года назад, а она не упала, понимаешь? Поэтому я бы не говорил, что упадет, но то, что это сигнал к тому, что иезуиты на западе умыли руки, а Путин приготовился к прыжку на востоке, это факт, ну, это осознанный факт, который надо понимать. Многие у меня спрашивают в последние дни, что делать жителям Сумской области, Сумской области спрашивают. Их переживания понятны. Да, я пользуюсь случаем во всех эфирах, где я нахожусь, я говорю, Харьков пока не буду ничего говорить, а по Сумщине скажу. Ребята, если у вас есть возможность выехать к родственникам, близким, знакомым, особенно тем, у кого дети, выезжать. Вот просто выезжайте. Потом, что видит наша разведка и потом, что видят наши военные, которые общаются со мной, я даю совет выехать. Береженного Бог бережет. Давай только, чтобы мы не создавали какие-то дополнительные панические настроения. Нет, подожди, власть уже объявила эвакуацию нескольких районов Сумской области, а я обращаюсь к людям, потому что я знаю, и это уже и в прессе проскакивало, и я знаю от наших военных, а группировки в 150 тысяч российской, которая там находится. Не факт, что она пойдет. А где ты видел вообще эти новости? Потому что официальных новостей по этому поводу нет. Разведка иностранная, которая делает заявление, они говорят, что тоже этого не видят концентрации такой. Значит, смотри, я общался с представителями главного управления разведки, это обсуждается у них в чатах внутренних, ну, их подразделений и тому подобное, они их видят. Где я видел информационное, я тебе скажу, в тоже телеграм-каналах людей, которые имеют подойти, людей неанонимных, которые имеют прямое отношение к главному управлению разведки. Вот, то есть я ссылаюсь, еще раз говорю, на источники, которые я имею. Вторая опасность, которая имеется для нас сейчас серьезно, это опасность на Донбассе, которая связана с КАБами, даже не группировкой, там не увеличивалась, ну, группировка, какая была, такая есть, но она пробегается, потому что мы не можем построить толковые линии обороны, которая вынесла бы бомбовые удары, не успеваем, то есть они сносят первую линию, наши войска отходят на вторую, они сносят вторую на третью, потом третья становится первой, ты понял, да, и вот так вот идет волна, в этом опасность, есть группировка войск российско усилена на юге, и есть побаивания, я их озвучу, можно воспринимать это как сказку, можно не воспринимать, лучше перебдеть, ну, в данном случае, чем недобдеть, существует разведывательная информация о том, что россияне, которые сейчас вовсю используют белорусские нефтепродукты после наших удачных ударов дронами по их нефтеперерабатывающим предприятиям, они используют солярку, ну, в первую очередь, с Мозеля, ну, белорусской, и говорят, что не исключен вариант, что может быть нанесен удар по Мозелю, ну, не нам, естественно, не украинской стороной, а провокативный удар, в котором обвинят нас для втягивания Белоруссии в военный конфликт. Ну, не первый раз уже подобные слухи, но, слава Богу, никогда ничего не... Ну, я говорю, вот тут лучше перебздеть, чем недобздеть. В любом случае, опираемся на официальные новости, пока что официальных каких-то источников по этому поводу нигде не прозвучало. А их не прозвучало и 22 февраля, Василий, 2022 года, и 23. Существует следующая конструкция, которая не может быть нарушена. Журналисты опираются исключительно на официальные источники. Правду говорят официальные источники, неправду говорят официальные источники. Мы можем взять только информацию. Молчат официальные источники. Если молчат, пытаешься найти у тех, кто не молчит. Это уже другой вопрос. Но в любом случае, помимо официального, ничем оперировать мы не можем. В Швейцарии сказали, будет происходить формула мира, давай как в завершении пройдет она в рамках запланированных. Будут ли там китайцы, как ты считаешь? Меня допустим это знаешь чем интересует, потому что на эфире с нашим общим другом Михаилом Чаплыгой мы с ним поспорили, он сказал, что китайцев там не будет, я сказал будет. Если там будут китайцы, Миша должен будет отрастить усы. Вот почему меня это интересует. Посмотреть на это хотят все его подписчики, но в целом давай если серьезно, то приедет Китай или не приедет. Мне кажется это важно. Василий, я думаю, что в контексте событий последних происходящих, то есть до момента вот этой белгородской истории, да, и до момента заявления главы МИДа Турции о отсутствии переговорного процесса в 24 году, шансы на приезд китайцев были очень довольно высокие. Я бы сделал ставку на тебя, но сейчас, когда это все летит в трамп терроры, грубо говоря, все договоренности, хлипкие попытки контактов, ну и тому подобное, я все-таки склоняюсь, что Чапуэге без усов придется ходить. Понял, то есть ты какого-то прорыва и чего-то не ожидаешь. Он был. Вот Василий, я понимаю тебя, ну то, что ты говорил. Он был. Он был, когда спецпредставитель побывал, ну во всех странах, да, китайских. На тот момент он был. И тогда ты помнишь, был полет Владимира Зеленского в Стамбул. и тогда были попытки переговоров, но потом началась белгородская история с тетки на детки на. Сорвалась даже имоверность контактов, прекратились обмены. если гуманитарка молчит, понимаешь, Василий, для меня маркер. Молчание гуманитарного вопроса в войне, это маркер большой. Кстати, Миша в этом серьезный док, он проработал, ты знаешь, в омбусмена сколько, он понимает это. Молчание, то есть отсутствие договоренностей на гуманитарном уровне, всегда есть желание в обоих сторонах во время войны произвести гуманитарные вещи, произвести обмены необходимые, раненые, ну и так далее, и так далее. Это не происходит. Поэтому смотреть, что завтра все придут, сядут о чем-то разговаривать, а почва где, контакты прерваны, понимаешь, буквально за последний месяц после белгородской истории мне просто интересно одну, если при Стамбуле один Арахамия назвал приезд Джонсон, то что назовут причиной срыва попыток наладить Стамбул-2? Хотя на самом деле эта информация от тебя. Официально о Стамбуле-2 я нигде не слышал заявлений. Эта информация от меня, она базируется на логических умозаключениях, визитов нашего президента, заявлений МИД были контакты через Арабов, были контакты через Турцию, были представители России, Нарышкин, ну, то есть многие были. А сейчас контакты утрачены. Вот я об этом, понимаешь? Игорь, ну, будем в любом случае наблюдать за ситуацией, форум в Швейцарии не так долго до него осталось, будем смотреть, что... Понимаешь, если там не будет Китая, Василий, это я в конце скажу, то этот форум будет ни о чем. это будет тусовка дядек, которые ничего не смогут... Мне почему-то кажется, что будут. Не знаю, в каком представительстве, но вот у меня ощущение, что они все-таки будут. Посмотрим, кто из нас ближе. Атраститусы или сбреет. Атраститусы или сбреет, сто процентов. Игорь, тебе спасибо большое за то, что... Тебе, Василий, спасибо. У нас сегодня чисто международная философская беседа. Международная философская беседа. Без этих, без антикоррупционных открытий. Сто процентов. Сто процентов. Так, ребята, все написали в комментариях спасибо Игорю Масичуку за то, что он писал. хотя в конце скажу, Василий, все-таки не удержусь на антикоррупционную тему. Не про новые там, ну, какие-то вещи, а про другое. Ты же видел, да, что произошло в Киеве с Киевометробудом? Да. Василий, так мы же об этом у тебя говорили сколько месяцев назад. Ютубописи не горят. Поэтому подпишитесь на канал Василия Опасова и вы узнаете все раньше от бируса в СССР на три. Сто процентов. И на Игоря Масичука также подписывайтесь в его Телеграм-канал и Тикток. Ребята, кто хочет поддержать канал, будем признательны, кто внесет свою лепту, по реквизитам, которые есть внизу в описании. Там все, что угодно. Банковские реквизиты, PayPal, даже криптовалюта есть. Вот. Спасибо вам за то, что смотрите. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok